Собака! Ой, нет. Ой, блин, там свет есть. О, господи, в темнотищу меня повели. Так, что это у нас такое? Новый хоррор 2019 года, почти конец апреля. И опять у нас очередная игра про метро от Витька теперь в этот раз, что удивительно, да? Всем здорова, всем привет. Я сегодня делаю первый взгляд на игру... Что там она называется? 1600 как-то. Блин, я не посмотрела название, ладно, пофигу. Думаю, вы сами видите. Но это, думаю, что-то связано с метро. У нас тоже был один... У меня был один как-то стримный, одну игру, 1406 вроде называлось. То есть это как бы... Что-то о четвертом апреле тоже игра была от метро. Но это не от Game Studio, не от Витька. Но я думаю, его Витек зовут, я с ней не ошибаюсь. Да, забыла представиться, я Романия. И думаю, начнем игру новую. Что она, о чем она, что она поведает. Интересно, она такая же короткая, как и предыдущая игра с четырехзначными... Четырехциферными символами от Витька. Не знаю. Так, да, удалено. Я просто посмотрела, что это... Что вообще, как игра работает и сделала настройки. Сейчас еще раз проверим настройки, какие здесь нормальные или нет. Так, пошла за же, как в предыдущей четырехзначной игре от Витька. Так, мы видим заводы какие-то. И видим немножечко унылую картинку. Так, что? Что это? Что-то тут по-другому уже начинается. У нас же сохранение было по-другому. В чем дело? Нет, я просто нажала загрузить. Хорошо, давайте не будем здесь блуждать. Так, вот смотрите, настройки. Где-то было ультра, где-то было... Так, медиум не надо. Пускай будут здесь медиум, пускай тени это жестко вернутся. Вот, видите, неудобно. Но, кстати, я видела в теме отзывы, не очень хорошие они. Так, найти синий поезд и начать стажировку машинистам. Ключить-выключить фонарик-то. А, фонарик-то у нас старый совсем, да? Вот, я посмотрела отзывы, они все негативные. Но их довольно мало. Так, нам куда? Да, сказали, что синий какой-то вагон. Тут это монстров не будет. А? Это я? Страшно-то как? Выключи фонарь. Тут эти вардулаки ходят. Блин. Зачем так делать? И с одного уха, и с другого уха. А, идет этот ужасный топот. Видите? До сих пор он не прекращается. Даже остановилась ты вроде, вот. Так, ну, графика тут что-то печальненькое. Давайте на ультра сделаем. Все равно у меня хорошо тянет. Мой слабый ПК. Во! Вообще полностью убрало вот это все. Даже на высоких такая... Такая ужаснейшая графика. Я просто в ужасе. Так что надо все на ультра ставить. Говорится, минус ПК. Ничего себе. А то что за поезда тут какие-то стоят? И почему я не могу бегать? А, вот. Немножечко. Совсем капельку крошечную. Мы стали передвигаться немножко быстрее. Современные поезда. Только что-то они какие-то уже... Не сказать, что они выглядят хорошо. Какие-то старые советские поезда. Поезда. Мы, короче, играем, по-моему, за Распутина. Там было в описании написано. Короче, игру я только что купила. Она была по скидке. Так что я название сразу не стала запоминать. Потому что цифры я запоминаю плоховато. Так, ну иди быстрее, пожалуйста. Какой нам вагон надо? Мы прошли один заброшенный какой-то вагон. Думал, у меня сейчас там кто-то схватит. И все, хана мне. Пока никакого хоррора я не вижу. Быстрее пошли. Давай, передвигайся, Чуверло. Чуверло, ну что ты такой медленный? Даже я быстрее. Даже моя криворукая бабушка быстрее. А ты что? Ты парень или нет? ГМО. Там хранится ГМО. Туда что ли нам? Да ладно. Поднимись ты вверх. Там призрак меня ждет. Так, куда точно нам надо? Вот у нас заброшенный вокзал. Нет? И как-то странно тут это. Поставлены вот это вот. А, это не ступинки. Я думала это. Здесь вход когда-то был. В итоге тут разломанные рельсы какие-то. Так, мне хочется просто проверить, что здесь. Меня бесит, почему наш персонаж ходит как инвалид какой-то. Несносный. Так, давайте здесь пройдемся. Тут какой-то поезд. Он нас ждет. Я что-то туда вообще не хочу идти заходить. Но я думала, от вот этого пункта надо идти до туда. Так, как надоели эти шаги, Витек? Специально делают такую атмосферу шагов? Скажите мне. И где хоррор? Где нас что-то пугает? Чтобы забраться на поезд, нажмите Е. Надо было там забираться, на тот поезд. Ну катить отсюда нафиг. Но там закрыто, по-моему. Там тем более закрыто. Все. Нас просят сюда поднес. О, господи. Фига себе ты дышишь-то, ублюдок. Заходи в эту кабинку и не оборачивайся. О, там какой-то чувак сидит. То есть мы попали в какой-то паранормальный абсолютно мир. На самом деле. Там было написано, что попадем. Это хоть и стажировка, но все же это твой первый рабочий день. Ты умудрился опоздать. Господи, ошибочка. Или нет? Или опоздать пишется. Опоздать. Опаздывать проверочное слово, да. Но все же. Щиток сзади тебя? Включи щиток, алло. Эй, щитье, включись. Что? Это что, загадка такая? Врещай загадку, давай-ка. Нифига себе, что тут сделать? Надо. Что тут сделать надо? Чтобы все было зеленым, что ли? Так, спейс подтвердить, значит, движение. В, А, С, Д. Так, а что тут надо, чтобы было? Что я? В щитках, что ли, разбираюсь, нет? Может быть, вот этот надо соединить? Зеленый что-то надо соединить, да? Я вообще даже без понятия. Что-то произошло. Красным должен быть. А, кажется, я поняла, что надо сделать. Стой. Стой, я, кажется, поняла, что надо сделать. Так, вот видишь? А почему? А, нет, зеленый с зеленым хорошо соединился. Я думала, только красное можно. Так, теперь синий давай. Тут, наверное, довольно легкая будет загадка, на самом деле. А вот здесь красного нету. Вот очень жаль. Очень плохо. Давай тогда. Вот так вот. Ну, можно зеленый, можно синий. Нам все равно, без разницы. Так, вот так вот. И все. Теперь надо объединить вот этот как-то с красным. Так, 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 так. Далка еще раз. Вот так вот. Все. Подтвердить. Ну все, объединило. Ну, что еще-то? А, надо еще, чтобы вот этот был с вот этим соединен, да? Офигеть. Просто супер. Так. Значит, что-то здесь неправильно у нас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, здесь если так сделать. Хорошо, что только не один свет можно объединять, а два там больше. Так, ну давай крутись уже. Вот. Во, вот так вот надо было. Молодец, теперь смотри, запоминай. Ну, это легкая была загадка. На самом деле. Что, поехали, чувак? И, это, добро. Отправляемся в призрачный мир. Как же громко все это. Игра, ты громко так вообще? Надо будет тебя понизить чуть-чуть. Когда я буду монтировать. Так, а что я не могу даже повернуться? Это плохо, вообще жесть. Ой. Машинист, а ты это не скелет какой-нибудь? Сейчас выскочит огромнейший призрак. Который просто одной левой разнесет наш поезд. И все. Сделает нам харакири. Ну, вроде бы поехали куда-то. Все счастливо, все хорошо. А что дальше будет? Мы ждем развязку. Нет, по-моему, игра не на 15 минут пока что. Я не знаю. Что-то мне уже плохо. Значит, что-то неправильно. Что-то такое. Где я сейчас? А, вот. Вот с этого момента я нажала загрузку, и у меня пошло-поехало. Куда я попала сейчас? Куда вот? Что произошло? Нужно добраться до кабины машиниста. Включить фонарик. Давай я включил. Эй, машинист, алё? Мне плохо. Меня рвет. Сюда. Машинист. А призраки где? Будут? А? Что такое? Наклонись, поднимись эти сишки. Что-то мне совершенно нервы шалят. Надо поднять эти сишки. Так. Я прошел цикл сильнейших облучений. Болезнь отступила. А в 1988 году я пошел на обследование, и оказалось, что в моем левом легком затемнении врачи быстро признали решение удалить его. Нельзя было медлить. Боялись, что метастазы поразят второе легкое, потом операция, три дня без сознания. После этого я в полной мере осознал, какой ужас со мной происходит. Мне было всего 23 года. У меня была прекрасная молодая жена. Планы. Блин, 23 года жена? Ничего себе, не пожил, можно сказать, для себя. Я понял, что не хочу существовать, чувствовать себя неполноценным. После операции мне было очень тяжело. Рак убил во мне личность. Не знаю, скорее всего, завтра брошусь под поезд. Так ты мертвый, что ли? Точности повторяются. Все игры эти повторяются. У них, можно сказать, одинаковый сюжет. Сейчас, прикиньте, выскочит какой-нибудь вурдолаг и все. Пока, Романия. Мы будем тебя помнить вечно. Так, не оборачивайся. Собака. Ой, нет. Ой, блин, там свет есть. О, господи, в темноте еще меня повели. Задолбала. Ненавижу темноту. Я боюсь. Нужно чем-то сломать цепь. Чем? Возьми руку призрака. И вперед. Чем же? Э, музыка страшная. Вот, Витек, ну ты даешь. Ты умеешь атмосферу делать. Опыт. Это наше все. Так, а чем взять-то? Управления нету? Тут ничего нету? Так, вернуться. Думай сама, что делать. Вот проблема этих вот коротких игр в том, что ничего нифига не берется. О, мусор. Дайте поесть что-нибудь. Тут что-то за мной охотится какая-то шляпа. Я не знаю, что за мной охотится, но мне это не нравится. Я надеюсь, что здесь задание не на время. Батарейки какие-то были, но почему-то я не могу их взять. Ой, блин, господи. Дай батарейки. Тут надо что-то положить. Вот. Ура. Я их смогла взять. Так, тут ничего не подсвечивается. Надо было Сиги взять, придурок. Так, внутри ничего нету. Давай быстрее ищи что-нибудь. Я хочу побольше осмотреться тут. Что, обратно идти? Вон что-то светится. Фонарь надо взять. Нет. Арматурина какая-то. О, все, пошли. Я уверена, что это то, что нам надо. Так, не пугать, пожалуйста, романию. Нельзя. Я ранимый человек. Воу. Давай дальше. Давай, 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 давай. Сколько дверей тут, а? Не щадите моих нервов. Ух ты. Какой приятный на самом деле здесь. Вагончик. И кофе нам даже предлагают попить. Always. Я бы сказала, что это такое, но я думаю, будет неприлично. Так, а что посидим? Так, это давнишний поезд на самом деле. Так. Депрессия страшное слово. Для одних оно непонятно и весьма абстрактно. А для других приговор страх, мука, жесткая реальность или вырванное прошлое. Я страдаю депрессией довольно давно, около пяти лет. За это время я успел пройти все стадии, начиная от простого плохого настроения и заканчивая тем, что так манит романтиков и их произведения. Я точно знаю, что из-за чего мне так, из-за чего все для меня началось. Я не хочу об этом вспоминать, скажу лишь, что это только косвенно касается меня. В тот миг я еще ничего не понимал, а вот потом, когда все это дошло до моего сознания, у меня что-то щелкнуло. Какая-то гаечка вылетела из моего сознания, получилось иное. Это щелкнуло утром, я точно помню. Я до этого уже около года мучился, а тогда все прям стало ясно и понятно, очевидно. Я вдруг осознал, а лучше и не будет. Я потерял веру, я все потерял, вера умерла, больше не было, а вдруг ничего, завтра будет лучше. А если завтра не будет, то будет послезавтра. В общем, все было плохо, одиноко и одиночество поглощало меня. Нет, оно меня не мучило, оно меня спасало. Согревало, давало надежду, потому что в детстве никого верил, был я сам. Я любил себя и этой любовью убивался, кормился, питался. Это делало меня особенным. Блин, псих какой-то поехавший, реально. Столько тайн внутри меня, никто не знает. Боль мучила и в то же время приятно развивалась по телу с мыслями. Я нагрелась, я упивался. Я уже упивалась, да, не упивалась, а жалостью к себе. Но я любил себя. В очередной серый день я решила, что хватит нести блено с существованием в этом мире. Решил пойти к железной дороге, покончить с этим. Перед этим я зашел в магазин, купил дорогое виски. Короче, я так поняла, тут легко понять, что на самом деле главный герой себя убил. И это происходит после его смерти. Я же говорю, все повторяется. Блин. Собака-музыка какая-то страшная, блин. Аптечку возьми, придурок сраный. Вдруг тебе покоцает какая-нибудь монстрюга, а ты? А ты? Оу, страшно-то как? Батарейки. Зачем они мне? Зачем? Напоминаешь, это первый взгляд. И мне страшно. Я давно не играла в такие хорроры. Наведи, пожалуйста, на батарейку. Возьми их. Ой, короче, черт с вами. Я не знаю, мне кажется, это для фонаря надо, да? Блин, музыка, конечно. Если кто-то появится. Господи, ну же, ладно, насрать. Пошли дальше. Дальше, что там? Еще дневничок. Я умер от рака легких. Обречен стоять в этом поезде в вечность. Поговорить из... Пошел ты, кто ты такой? Привет, ты мне друг. Надей мне пачку сигарет, тогда, возможно, я сохраню твою душу. Я хотела сказать, что курить меньше надо, придурок. А призрачик добрый. Слышь. Чтобы сохранить игру, подойдите к привидению, откройте инвентарь, нажав «Ай». Блин, новая какая-то задумка у Вити получилась. Сохраниться рядом с призраком. Со страшным призраком, которого я даже видеть здесь не хочу. Так, нажмите на пачку сигарет в инвентаре, закройте инвентарь, нажмите «Е» на привидение. Подождите, надо сначала подойти, откройте инвентарь, нажав «Ай». Но ведь писали то, что игра там совершенно не сохраняется. Короче, играем до первой сохраняшки. Если не получится сохранить, то я просто закрою и все. Так, а где инвентарь-то? А у меня нет сигарет, это надо идти обратно. Чувак. Так. Не туда, не туда, не туда. Почему мы на скейт не можем нажать? Нажмите на пачку сигарет, у нас привидение курит. Так это, наверное, я. Короче, пошли обратно. Нам, походу, действительно надо туда в этот... Как его... Вагон. Мы не сумели взять пачку сигарет-то. Понятно, почему у него легкое-то удалили. Он слишком дофига любил курить. Так что говорю, привычка говно. Нафиг, не страдайте ей. Да-да-да-да-да-да, я так люблю получать жизни. Людей, которых вообще не знаю. Я сама ненавижу, когда меня получают. Смокис написано, но смокинг, господи. Вот, дайте я ее возьму как-нибудь. Тут совершенно не страшно. Так, я это читала. Такая игра. Такая вот. Короче, я не знаю, как ее взять. Но ее можно взять. Видите, написано, что можно взять. Блин, какая проблема в игре, что вот взять ее нельзя вообще абсолютно никак. Бери ты уже. Викторцой. Вот ее надо взять. Так, может дальше надо отойти? Что такое? Вот, все, наконец-то взялась эта дурацкая дебильная пачка сигарет. Так, убежим нафиг. Так, открой, пожалуйста, не надо. Ненавижу этот темный вагон. Перестрадали мы в нем. Из-за этой стремной музыки. Отдам должное Витьку. О, вот он еще сигарет. Ну, отлично, есть две пачки. Хорошо, можно сохраниться. А хочу отдать должное Витьку, так как он поработал над музыкальным сопровождением. Ты меня не не убьешь? Все, хорошо. Давай-ка еще почитаем что-нибудь. Так, а, нет-нет, не надо. Ну, типа, сохранилось. Пошли дальше. Что там дальше? Ой, что за наркомания? Книжка, ты меня не напугаешь? Что-то нашему мертвому курильщику совершенно плохо. Пошли давай. Я надеюсь, эти книжки не превратятся в какой-нибудь стремный манекен. Так, игра 60 FPS ровно на моем старом слабейшем ведре. Блин, напоминает Лайер Фирс. Лайер Фирс. Лайер Сфир. Она называлась, игра эта. Я кое-как выговорила это название. Блин. Что-то вагоны слишком большие. Даже когда я ездила в поездах, такой дерьмоты не было. О, господи, опять-то днудятина. Ну что ты? Что это? Где же пугалки, господи, блин? О, бля. Смотри. О, 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 тихо. Так, давай назад она сейчас будет газовать. Вот тут и стой так. Так, тихо. Вот пускай и ездит здесь. Очень необычно. Витек, ты шо курил? Так, больше у меня где нельзя сохраниться? О, господи. Какой приходит это испытание, блин. Пускай там и остается, хватит. Так, теперь жди, пока это все выгорит. Иди туда. То есть, сгоревший поезд. Че попало? А это что? О. Так, собери мозаику. Люблю, конечно, мозаики на самом деле, но... Так, а как это? Как это крутить? Я что-то не понимаю. Выйти? А. Закрыто. Понятно. Давайте собирать, что сказать. Вот так вот надо собирать. О, господи, с мозаиками. Это просто жопа полнейшая. Я, конечно, люблю мозаики, но... В че, где? Башка должна быть здесь. Так, она у нас должна быть точно здесь, да? Как я давно на самом деле не собирала мозаики. Так. Теперь думаем. Шляпа должна быть тут, да? Сто процентов. Так. Это какой-то усатый дядька похож на нашего мастера очень сильно. Так, это что, наверное, сюда? Нет. Че-то я напутала. Нет, не сюда. Мне кажется, вот здесь вот это должно быть. Но смокинг. Вот шляпа твоя любимая. Так, и откуда? Вот тут вот. О, кстати, да, подходит. Сейчас мы соберем. Ничего страшного. Так. Это может сюда? Во. Так-то на самом деле я не скажу, что здесь очень тяжелые загадки. Так. Угу. О. Да мы почти собрали. Так, вот это здесь, по-моему, нет. Это вот здесь. Нет. Что-то? Я что-то уверена, что это должно быть здесь. Так. Нет. Вот. Какие-то у тебя ноги странные, чувак. Так. Тут должно быть. О, видите, какая красивая картина получилась. Кто не умеет загадку, собирать эти всякие штукенцы и то. На заметку. О. Ура. Ну что, пошлите дальше немножко, исследуем. Ну, ничего себе. Ну, я хочу сказать, что игра уже чем-то радует, нежели этот хаос. Дом вот этих ужасов, который я проходила давненько. Так, давайте читаем дальше. Мне было 28 лет. У меня была ответственная работа, которая я на тот момент была не готова. Я работала в администрации небольшого провинциального города. У меня в подчинении было несколько сотрудников. И я контролировала деятельность нескольких муниципальных учреждений. Это были двухтысячные, когда многих уволили из-за участия в коррупционных схемах. И на это место назначили тех, кто не был задействован ни в чем предосудителем. А, подождите. Так я оказалась на должности, которая еще не созрела. Это был большой стресс, вечные прокурорские проверки. А я еще училась в заочном другом городе. Это что постоянно была в нервном напряжении. Однажды, когда я приезжала на сессию, то познакомилась с одним человеком и влюбилась в него. Вон она закрутился роман. Поначалу он отвечал за именностью, но это продлилось недолго. Через несколько месяцев я узнала, что у него есть семья. А в тот день моя жизнь остановилась. Я нахожусь в глубокой депрессии уже две недели и не выхожу из дома. Все слова Роберта у себя в голове. Я решила покончить с этим вечером и отправилась в железной дороге. Короче, они все, что ли, решили под поезда прыгнуть, да? Охереть. Фу, нафиг машина, не хочу назад идти. Аптечку возьми. Надо будет лечиться, походу, с башкой проблему нашего героя. А сколько в вагонах надо пройти? Только мертвый знает истину. Ладно, и что? Мне сдохнуть, что ли? Да пошла ты! Привет! Ты мамая моя? Или кто? Пошла в жопу. И че? Меня просят к ней подойти? Эй! Слышь ты! О, господи! Куда меня сейчас? Да ты куда пошла-то? Стой, покажи путь. Ладно, нафиг тебя достало. О, господи, что происходит? Да я не боюсь таких страшных игр. Это вообще не страшно. У меня фонарь не включается. А, че это? Слышишь? Темно совсем. Так, стой, слушай. Надо инвентарь и... Да. Так, теперь... Включай, иди туда, куда шла. Ой, как напугала ППС, офигеть. У меня, конечно, руки трясутся, но все же. А, господи, ты опять там стоишь? Че? Я знаю, что я мертвая. Че теперь? Так, ну хоть батареек у нас тут куча. Так. Но она пошла обратно. Мне, наверное, надо обратно. Как еще по логике действовать в таких вот играх? Вот скажите мне. О, господи, не хочу я сюда. Отстань. Там люстра. Не хочу я. Смеете, что ли, опять обратно к этой машине? Ээээ, не хочу. Так, че? Опять же это записка. 28 лет, все дела, ответственная работа. Короче, ладно, пошлите обратно. Она же нам сказала, что надо обратно. Я что-то вообще не понимаю. Я в замешательстве. Мне, наверное, надо сдохнуть где-то тут. Но меня тут ничего не трогает, на самом деле. Там какая-то бесящая машинка ходила. Сейчас ее нету там. Так. А где машинка-то? Так. Эй, алло. Машинка, куда делась? Что-то игра, да, уже не на 15 минут, кажется, дольше. На 30 минут. Кстати. Ой. Что, опять, что ли, сюда идти? Что? Да я что-то не понимаю, на самом деле, куда идти, обратно, что ли? Ну, пошлите, че? Пройдем этот путь вновь. Какое-то книжное дело. Он довольно... Выглядит... Немножко... Ну, средневеково как-то, что ли. А, ну, где книжку почитай, а че? Может, надо было изначально книжонку взять? И, наконец-то, прочитать. Набраться ума. А призрак тут? Или он был там дальше чуть-чуть? Не хотят призраки со мной говорить? А вот он здесь. Здорово. Ох ты, патифоны играют. Он там тут и сидит. Смотри, это Мистер Икс из Резидент Ивил. Глузкин. Ого, господи, бля. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Так, а ты кто такой? Сыграем в игру, если ты ответишь неверно, я вырву твои кишки. Это дается нам трижды Первые два раза бесплатно, а третий придется заплатить Зубы, волосы Давай волосы Так, че он, короче, меня убили Загрузимся еще раз Так, че это такое Короче, все заново играем, на самом деле Надо отвечать правильно там Ну, короче, вот такой был небольшой первый взгляд Я, наверное, буду с вами прощаться Спасибо, что досмотрели Подписывайтесь, ставьте лайки Также в группу ВК вступайте С вами была Романя, всем пока Всем до свидания, до скорых встреч